Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами говорим о том, как подобрать наиболее оптимальную технологию приготовления вина и на что нам нужно обратить внимание при выборе этих самых технологий. Любителям конкретики сразу хочу сказать, что в виноделии конкретики слишком много и уместить его 10-15 минутное видео просто нереально. Хотите конкретики, читайте многотомные учебники, там есть все. Ну а мы с вами начинаем. Технологии приготовления вина, конечно, превеликое-превеликое множество. Мы знаем, что можно приготовить белое вино, можно приготовить красное вино, можно приготовить игристое вино. Среди этого много-много еще всяких есть, скажем так, подтехнологий. Но мы с вами поговорим в общем, в каком направлении вам смотреть и в каком направлении действовать. В первую очередь при выборе технологий мы, конечно же, руководствуемся нашими пожеланиями. Какое вино вам нравится? Какое вино вы бы хотели? Кто-то предпочитает белое, кто-то предпочитает красное, кто-то предпочитает игристые, кто-то предпочитает вина с остаточным сахаром, более легкие, либо более терпкие. То есть сначала мы определяемся то, что мы бы хотели видеть в итоге. В прошлом году, когда я рассказывала про некоторые этапы виноделия, например, время выдержки на мезге, мне часто писали, так а сколько мне держать? У меня такой-то сорт. Ребят, я не знаю ваших пожеланий, я не знаю, какое вино вы любите и предпочитаете. Я вам рассказываю, что если вы сделаете вот это, вы получите вот это на выходе. А дальше вы решаете, делать вам это или не делать. Это вообще основной закон виноделия. Вы должны понимать, что вы хотите сами получить на выходе. И исходя из этого, вы сами принимаете решение, зная, какое из ваших действий к какому результату приведет. И тут мы коснемся технологии кратко. Если вы предпочитаете белые вина, то, понятно, вы их готовите по белому способу. Либо в некоторых случаях мы можем готовить вина из белого винограда по красному способу, с брожением на мезге. Как правило, это брожение недолго. И таким образом мы получим более ароматные вина, более насыщенные. При этом приготовление вин из белого винограда по красному способу в домашних условиях несколько легче. Потому что чистая белая технология, там нужен и пресс хороший, там нужны температурные условия, там возможно понадобится работа серой. То есть технология достаточно сложная. Дальше, если вы предпочитаете красные вина, красные вина тоже могут быть разными. Вот в зависимости от выдержки на мезге вы получите либо более легкие вина, либо более тонинные вина. Также сбраживая с гребнями или без, вы тоже можете получить разные вина. Если вы предпочитаете игристое, понятно, вы делаете игристое вина. То есть тут полный полет фантазии. И казалось бы, здесь все просто. Но, к сожалению, не совсем. Еще нам надо учесть наши возможности физические, возможности с оборудованием. Я вам буквально минутку назад говорила о том, что приготовление белых вин по классической белой технологии в домашних условиях достаточно сложно и достаточно трудоемко. Как минимум нужен пресс. Если у вас его нету, то в некоторой степени вам придется эту технологию отмести. Если у вас нет возможности соблюдать температурные режимы, а они в белом виноделии важны, тогда тоже, может быть, стоит либо отказаться от этой технологии, либо использовать серу. То есть есть некоторые ограничения. Но, к сожалению, это не единственное ограничение. Самое большое и важное ограничение, которое налагается на нас при выборе тех или иных технологий виноделий, это, конечно же, сырье. Сам виноград. В зависимости от того, какой у нас виноград, мы и будем применять ту или иную технологию. То есть если бы мы рассматривали это как воронку, то сначала шло бы выбор технологий в зависимости от сырья, дальше от оборудования и только дальше от наших пожеланий. К сожалению, наоборот, не получается. И вот в этом пункте сырье, наш виноград, есть еще несколько подуровней. Вам может показаться это сложным, но если вы хотите делать хорошее вино, то придется в это вникать. Итак, первое – это кондиции винограда. Скажем так, его технические характеристики. Вообще в промышленности для оценки и принятия решения, подходит виноград, не подходит для определенных вин, есть несколько важных показателей. Первое – это глюкоацидометрический показатель. Это соотношение сахара и тетруема. Второе – это показатель технической зрелости. Он вычисляется по особой формуле с использованием показателей уровня сахара и PH-фактора. И, кроме этого, есть еще несколько показателей, которые тоже вычисляются определенным образом. И даже это не всегда влияет. В одной из научных статей я нашла, что, например, в Китае это не работает, а там вообще ко всему нужен индивидуальный подход. То есть понимаете, сколько этого всего? Мы вот в эти подробности даже не будем вникать, потому что это слишком сложно. И в домашних условиях определить некоторые вещи нам не предоставляется возможным. Ходить все время в какую-то лабораторию – тоже такие возможности есть далеко не всегда. Но, несмотря на это, все уже в домашних условиях мы по определенным критериям можем определять уровни зрелости и в зависимости от этого принимать решение. Более подробно про уровни зрелости винограда и то, на что нам посмотреть, будет отдельное видео. Повторюсь, все в одном уместить невозможно. Но, смотрите, если у нас виноград по каким-то причинам не дозрел, мало ли вам привезли такой, какие-то погодные условия вынуждают вас снимать виноград раньше, в таком случае мы делаем вина с минимальной выдержкой на мизге. Мы можем делать белые вина, когда на мизге мы вообще не держим. Мы можем делать вина, скажем так, розовая, когда у нас буквально чуть-чуть все постоит на мизге, либо чуть-чуть побродит на мизге. Но длительный контакт с кожицей и косточками в таком случае нежелательный. Если, например, для белого винограда у вас сахар будет в районе 17-19, смело можно использовать такие виноматериалы для приготовления в дальнейшем игристых вин. Если это красная сорта, там уровень сахара, допустим, чуть выше, по-моему, в районе 18-20. То есть если у вас вот такие недоборы, то мы делаем какие-то более легкие вина. И наоборот, если виноград у нас хорошо выспел, там много накопилось фенольных веществ, много красящих веществ, то в таком случае мы можем делать уже высокоэкстрактивные сухие вина с длительной выдержкой на мизге. Если виноград там увяливался, если он несколько даже переспел, тогда мы вообще можем идти по пути сладких вин и делать именно такие вина. Часто я читала в комментариях, что ой, вот у нас виноград все время перезревает, и мы его разбавляем водой. Тут вариант либо поработать с ягодой на кусте. Вспомним про поливы, потому что поливы как раз-таки могут не дать ягоде увялиться, могут разбавить сахар в этой ягоде, и у вас ягода получится в нужной вам кондиции. Но если уже вам так повезло, что вас все перезрело, некоторые страны и некоторые виноделы специально снимают виноград, потом увяливают его несколько месяцев. Вносение знаменито, по-моему, испанское соломенное вино. Когда виноград увяливается, получается максимально экстрактивным, из него делаются десертные вот такие вина. То есть если у вас так получилось, то сделайте то вино, которое наиболее подходит этому винограду, ну, точнее, наоборот, этот виноград наиболее подходит для вот этих самых вин. И, конечно, при этом не забываем, что если вы, допустим, не любите такие вина, вы не хотите такие вина делать, значит, смотрите ваш регион, ваши условия, и либо вам надо посмотреть другой сорт, раз, который будет созревать позднее, либо мы работаем с самим кустом, мы можем его поливать и таким образом сделать эту ягоду менее концентрированной, либо, может быть, вариант третий, мы садим еще какой-то куст, еще какой-то сорт, у которого вот эта самая экстрактивность будет меньше, он будет более там водянистый, он не будет увяливаться, либо он будет позже созревать, и таким образом просто их смешиваем. Получаем то, что мы хотим. Следующий подуровень в сырье – это характеристики самого винограда, характеристики сорта. У нас может быть ягода высокоароматная, как, например, мускаты, либо прибалтийские сорта, белые, розовые, они тоже очень такие ароматные, есть американские гибриды, тоже такие же высокоароматные, цитронный магарача, все знают, что тоже очень ароматный сорт, могут быть сорта высокотонинные, когда в свежем виде ягоду прям есть невозможно, потому что она неприятная, она сходит с колы, тем не менее для вина это замечательная ягода, для определенных видов и типа финн. Так вот, характеристики этих самых сортов, их особенности тоже влияют на винификацию. С мускатами я думаю, что мы вообще поговорим с вами отдельно, мне само еще нужно много чего изучить и попробовать, тогда я смогу рассказать это несколько лучше. Но, первое, мускаты не любят выбраживать насухо, хотя встречаются сухие мускатные вина, они встречаются в продаже, но тем не менее часто при выбраживании насухо мускатный аромат уходит. Я даже скажу, что на одной из дегустаций я как-то пробовала вино из мускат донской, ну никакого муската я там не почувствовала, и в принципе это вино меня, ну лично меня ничем не впечатлило, ничего в нем не было такого особенного и запоминающегося. При этом мускатные сорта при выбраживании насухо, некоторые из них, могут давать неприятную горечь. То есть насухо, ну надо еще думать, сбраживать их или нет. Хотя повторю, что в продаже есть сухие мускатные вина. Я, правда, не пробовала, но в интернете их найти можно, описание их найти можно. Чаще всего мускаты делают с остаточным сахаром, более того, их чаще всего делают с большим остаточным сахаром. Много десертных вин встречается среди мускатов. Также мускаты замечательная основа для игристых вин. И я думаю, всем известно, асти спуманты делают как раз таки из мускатных сортов винограда, но там тоже используется особая технология биологического азотопонижения, когда путем многократных осветлений, многократных снятий с осадка очень сильно уменьшается питание дрожжей, очень сильно замедляется брожение. Ну то есть особой технологии здесь мы подробно останавливаться не будем. Кроме того, мускатные сорта еще могут и очень сильно окисляться, особенно если это светлые сорта, потому что в темных сортах винограда вообще во всех окисление несколько замедляется, несколько предотвращается наличием вот этих красящих веществ. Если это белая сорта, если это розовая сорта, там таких веществ содержится в минимальном количестве. И мускатные сорта могут быть очень сильно подвержены окислению, а окисление очень сильно портит вкус. То есть тут тоже нужен особый подход. Но повторюсь, что о мускатах мы с вами поговорим отдельно. В этом году я буду пробовать винифицировать свои мускаты. Буду делиться своим опытом, как у меня что будет проходить. То есть все это будет. Тема обширная, тема очень большая. И не за 5, не за 10, и даже за 15 минут, я думаю, ее полностью изложить невозможно. Следующая группа высокоароматных сортов – это сорта прибалтийской селекции и франко-американские гибриды. Прибалтийцы, они имеют такие яркие, очень фруктовые ноты, как в свежем виде, так и в дальнейшем вине. Так вот, такие высокоароматные сорта замечательно чувствуют себя в игристых винах. При том, делать эти игристые вина можно по упрощенной технологии, по технологии Пятната. Что подразумевает собой эта технология? Это недоброженное вино на определенном уровне остаточного сахара, заливается в бутылку, укупоривается. Брожение происходит внутри бутылки. Получается газация углекислотой. Кстати, Пятната сейчас приобретают такую очень широкую известность, очень широкую популярность. Я думаю, что наверняка все уже слышали о том, что это такое. Так вот, такие высокоароматные сорта замечательно подходят для Пятнатов, при том, что в домашних условиях их делать очень легко. Единственное, нам надо бутылки с хорошими пробками, прочные. Также высокоароматные сорта винограда, точно могу сказать за прибалтийскую селекцию, потому что мною опробованы, прекрасно себя чувствуют в сухом виде. Очень ароматные, очень яркие. Что вкус, что запах, ну все при них. Единственный нюанс, они живут недолго, и ароматы эти сохранятся недолго. Год чуть больше. После этого часть ароматов теряется. Нет, вино не превращается в уксус. Это вообще миф на самом деле. Тоже поговорим как-нибудь отдельно. Но идет трансформация ароматов, и вот эти вот ноты свежих фруктов, они начинают потихоньку угасать, и больше получается такой привкус варенности, привкус какого-то компота. Да, пить можно, в принципе. Кто не особо знает, не особо разбирается, может сказать, что это вкусно. Но когда ты знаешь, что было до этого, ты понимаешь, что в первый год вино должно быть выпито. Тогда оно будет максимально вкусным. При этом сорта прибалтийской селекции, белые, розовые, неважно. Я их все делала по красной технологии, с выдержкой на мезге, с брожением на мезге. И прекрасно они себя в таком варианте чувствуют. Ну а теперь коснемся высокотонинных сортов. Если вы любите тонинные, насыщенные, плотные вина, то тонинные сорта, да еще с длительной выдержкой на мезге, как раз таки дадут вам то, что вы хотите. Но с другой стороны, бывает, что вот эта обилие тонинов не всегда приятно вам. И тоже я много раз встречала в комментариях, что вот если вино не разбавляет водой, оно получается слишком тяжелое, слишком густое. Так не держите долго на мезге. Вот этот вот срок выдержки на мезге, это вообще такой замечательный инструмент. В зависимости от того, сколько вы подержите, и будет ваш конечный результат. Чем дольше держим, тем вино будет более плотное, более насыщенное, более такое вот, ну даже, скажем, тяжелое. Чем меньше держим, тем оно будет более легким, более элегантным. И только вам решать, сколько держать. Если вас не устраивает конечный результат, слишком вам тяжело, подержите меньше. Потому что я знаю, что кто-то вот взял один рецепт какой-то, и все время им пользуется, и считает, что вот это правильно. А потом жалуется, что у него что-то не то. Конечно, что-то не то. Потому что под каждый сорт, да, под его кондицию, и под ваши пожелания, будет отдельная технология. И это не будет общий список. У вас еще к этому всему есть куча-куча мелких инструментов. Когда вы можете там и термически обрабатывать сусло, чтобы больше с него вытащить аромат, цвета и всего остального. Когда вы можете на мязге держать, либо не держать. Когда вы можете дубовую щепу в процессе добавлять или не добавлять в бочки, потом выдерживать, не выдерживать. Яблочно-молочное брожение, запускать, либо не запускать. Вариантов очень-очень много. Ну, напоследок остановлюсь на, наверное, самом распространенном сорте винограда. Во всяком случае, на том сорте, о котором задают больше всего вопросов. Это сорт Изабелла. Ну, где-то это Изабелла. Вроде как на территории Беларуси это Альфа, не суть. В общем, виноград с высокой кислотностью, который большинство людей готовит по рецепту, сыпят туда кучу сахара, кучу воды. Ну, и получается что-то такое. Какой-то компот. Ну, вот частый вопрос, а что мне с этим делать? А сколько мне туда долить воды? Вы нисколько. Вы сами смотрите параметры своего винограда. И только, зная их, принимаете решение. А чем характеризуется вот эта Альфа, либо Изабелла, я буду все это называть Изабеллой, характеризуется высокой кислотой. Почему бывает эта кислота? Дело в том, что это сорт достаточно поздний, которому надо много тепла. То есть виноград уже может набрать хороший сахар, но у него еще будет большой уровень кислоты. И вот эта самая кислота, она может, скажем так, сгорать, когда есть тепло. Если становится холодно, сахар, виноград уже набрал. Опять же, возвращаемся к тому, о чем я говорила, о степенях зрелости. А кислоту еще не сбросил. Вот эта та самая кислота, которая нам прям вот губы кусает. Что в этом случае делать? В первую очередь, работайте над агротехникой. И если у вас постоянные такие проблемы с этим виноградом, отберите себе сорт наиболее подходящий. Это первое. Второе. Дорог, как память, хотите с ним возиться. На самом деле хороший сорт, что один, что второй, если правильно с ним работать, в первую очередь на участке. Именно там рождается наше вино. Посадите еще какой-то сорт разбавитель. Посадите сорт с низкой кислотностью, с высоким уровнем сахара. И просто их смешивайте. Тогда каждый из них дополнит друг друга, получим эффект синергии, получим на выходе классное вкусное вино. Если она у вас не совсем дозревшая, если там много кислоты, то, конечно, мы не держим долго на мезге. И вообще, если у нас степень зрелости винограда оставляет желать лучшего, то мы его держим на мезге минимально, либо не держим вообще. И в дальнейшем, если все-таки кислота это для нас неприятно, нам ее надо снизить после прохождения всех этапов брожения в том числе яблочно-молочного, после выпадения винного камня, вот только тогда мы смотрим. И в случае, если все-таки нам еще необходимо понизить, мы используем карбонат кальция. То есть каких-то особых рецептов при работе вот с этими альфами и забылами абсолютно нет. Работайте с виноградом на кусте, чтобы он набирал нужные вам кондиции. Ну и при необходимости заведите сорт разбавитель. Это будет гораздо проще, чем все это разливать водой и сахаром. И, конечно, если у вас еще нет прибора для измерения сахара, обзаведитесь им, хотя бы самым простым. Это очень сильно облегчит вам жизнь. Вот это кратенько то, чем мы можем руководствоваться при выборе той или иной технологии. Если вы хотите у меня спросить, а как мне винифицировать такой-то сорт, посоветуйте лучший способ, что сделать с этими виноградами. Ребят, я не знаю, потому что, напомню, третий пункт, третий уровень вот этого всего, это ваши пожелания. А первое, это кондиции. Я не знаю ни одного, ни другого. К тому же невозможно знать все пути, все технологии наилучшие для того или иного сорта. Я могу только знать то, с чем я конкретно работаю. И даже с этими сортами я провожу определенные эксперименты. Проводила их ранее, буду проводить их в этом сезоне и в последующих. И вот конкретно этими экспериментами я буду с вами делиться, и уже тогда я смогу давать точные рекомендации, по крайней мере, по тем сортам, которые я имею, и с которыми я сама поработала. И, конечно, не бойтесь экспериментировать, потому что на самом деле, когда вы сами пройдете этот путь, когда вы сами попробуете той или иной технологии, оцените сами результат, только тогда вы поймете, насколько вам это подходит, не подходит, соответствует вашим вкусам и ожиданиям, либо не соответствует. Конечно, можно взять какую-то общепринятую технологию для того или иного сорта, но, тем не менее, где-то в малых количествах можете пробовать что-то еще, для того, чтобы найти ключик к нужной вам двери. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на плейлист по виноделию, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!